МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2016 году в Самаре было организовано благотворительное движение «Подсолну». Люди объединились, чтобы помогать детям, оставшимся без попечения родителей, и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечные – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник» и специальная коррекционная школа-интернат в городе Чапаевск. Я православный человек, верующий. Я не могу пройти мимо. Работа идет на уровне не только духовно-нравственном, со всех сторон. Тут и социальная адаптация, и какие-то бытовые вопросы. Элементарно с выпускниками иногда нужно научить их сходить в магазин, и что-то приготовить. Ну, настолько мелочи бывают, которые нужны даже. Педагоги, сотрудничающие с «Подсолнухом», безвозмездно занимаются с воспитанниками ровесника. Для малышей проводят уроки по духовно-нравственному воспитанию. В средней группе – по прикладному творчеству, сказкотерапии. Мальчишек приобщают к туризму. Волонтеры движения организуют здесь, в центре, празднование Пасхи, Дня Жон Мироносец, Рождества, Крещения. Приглашают священнослужителей. ПЕСНЯ Работа ведется и в отделении «Мать и дитя», что находится здесь же, в ровеснике. Проводятся кулинарные и творческие мастер-классы, другие мероприятия. Многим особенно запомнился день, когда вместе учились делать калаш мечты. Мы хотим благополучие семье, конечно, там сидеть, куда-нибудь отдохнуть, чтобы был хороший ремонт в квартире, чтобы была хорошая работа, чтобы дети росли здоровыми, с этими обутами одеты. Даже внуков не надо. Казалось бы, неформальное такое общение, без назиданий, незамысловатые общие дела для души, но одно за другим, они меняют души и жизни этих женщин. У меня есть папа Ярослава, мой муж, и к нему я уже начала по-другому относиться. Наверное, больше уважительно, потому что раньше это тяжело было, а сейчас получше стало. Стали уважать друг друга, ценить. Мы понимаем, чего мы хотим друг от друга, чего мы хотим от этого жизни. И я заставила его тоже пройти этот тест. Но я, правда, не заставила, попросила, чтобы он тоже прошел тест. И как бы у нас сомнения одинаковые, можно сказать, были. Женщины, оказавшиеся в отделении мать и дитя, это чаще всего выпускницы интернатов и детских домов, у многих из которых не было перед глазами положительного примера семейных родительско-детских отношений. Поэтому важно помочь юным мамам обрести связь со своими малышами, чтобы она была более теплой, близкой и нежной. В мае в отделении прошел праздник, посвященный Дню защиты детей и ответственного родительства. Христос внес свое учение апостолам о добре, о любви, о взаимопомощи, о прощении. Он прошел через страшные муки, потом воскрес, и после 40 дней в ней вознес Среди Песа. Но оставив нам Евангелие и апостольские послания, из которых мы о нем знаем до сих пор, и знаем нам, чем руководствоваться в жизни, когда какой-то сложный выбор перед нами, момент, мы можем это брать за основу своего действия, правильно. Мы никогда не ошибемся, если будем поступать по совести и по тому, как Господь нам заповедовал поступать. В гости к мамочкам и деткам пришли артисты театра очень юного зрителя с интерактивным спектаклем под названием «На что похожи облака?» «На небе засветило яркое солнце!» «Вот так вот!» «Ой, горячее!» «Ой, горячее!» «Ой, горячее!» «Ой, горячее!» «Ой, горячее!» «Вы слышите?» «Мяу, горячее!» «Мяу, горячее!» «Мяу, горячее!» «Мяу, горячее!» «Кто это у меня кис?» «Мяу, горячее!» «Ой, горячее!» «Ой, горячее!» «Мяу, горячее!» «Мяу, горячее!» «Поможете мне поиграть с ней?» «Это тебе, мой друг!» «Мяу, горячее!» «Держите!» «Крепко держи!» «Держи, мой друг!» «Да!» «И ты скупаться хочешь?» «На!» «Держи!» «Спасибо, солнышко!» «Ква!» 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 «А поможете родителям?» «Ну-ка!» «Покажите, как нужно держать кончики!» «Ой, осторожно, друзья!» «Держите!» «Аккуратно!» Артисты показали зрителям, как можно своими руками сделать волшебные облака. А потом была фотосессия, подарки и угощения. «К 1988 годжи» «К К Такие вот по-настоящему теплые, радостные встречи постепенно укрепляют отношения, доверие к человеку, который пришел оказать помощь, поддержать. А вместе с этим растет вера в собственные силы. Екатерина создала группу, мать и дитя, и там мы уже общаемся. Вот если вот что-то нам надо, она всегда говорит, подходите, разговаривайте, все скажем. Мы даже с Екатериной вместе ходили в церковь, подчисляли детей. Она к этому нас старается, чтобы побольше потянуть, чтобы мы больше верили в Бога, чтобы мы больше в церковь ходили, немножко были спокойнее, не брежили. В феврале мы крестили детей, вот она крестна моего сночка. И крестна еще одной мамы. С ней можно поговорить не только в плане того, что ее мероприятие, но и просто по-человечески она может что-то посоветовать, что-то рассказать. То есть ты не думаешь, вот я расскажу, что меня беспокоит, и вот это пойдет с Рафаном. Нет, просто пообщались, и все осталось между нами. Крепкая дружба сложилась у подсолнуха и с Чапаевским интернатом. На самой пушке сказочного леса стоял уютный домик, где жила маленькая девочка с бабушкой и любимой песикой Татошкой. Здесь мало помощи, мало волонтеров, и чувствуется, насколько необходима помощь, насколько нужно это слово Божие, и вообще нести добро. Я стараюсь идти от любви, дать им ласку, нежную заботу, просто на элементарном уровне. Приехать и всех обнять, с каждым поговорить, уделить какое-то внимание для того, чтобы снять этот контакт. Потому что если я буду просто, дети, все хорошо, какие-то спектакли, и я не буду их знать, то мне будет трудно им потом помочь. Им будет трудно мне доверять. Это тоже очень важно. Когда они меня уже узнают, они знают, что я с ними везде, что я никуда не деваюсь, мы с ними в контакте, они меня все находят, мы в сообщениях, вот кто-то рожает, мы им там помогаем, я делаю клич. То есть они знают, что они где-то могут мне довериться, какие-то свои истории, и только поэтому я и могу им помочь. Екатерина вместе с помощниками старается как можно чаще навещать своих подопечных. И к каждой встрече подготовить что-то интересное и познавательное. Мастер-классы, спектакли, праздники, подарки. Волонтеры не только сами приезжают в гости, но и организуют для них паломнические поездки. Приглашают детей из интерната в Самару. В один из весенних дней для детей состоялась экскурсия по городу. А сейчас мы с вами собрались перед зданием самарской филармонии. Раньше на этом месте стоял театр Тихо-речник. Он был построен в начале 20-го века, в 1907 году. А еще раньше, с конца 19-го века, здесь существовал пустырь, на котором любили собираться все бродячие артисты, цирковые трубки, которые заезжали в Самару. Самым известным событием в жизни Аликта было наступление лодора Шалябина. В театре цирки выступали не только люди, но и животные артисты. Шалябин сказал, я, мол, в конюшнях не пою. Но тогда ему сделали предложение, от которого он безмог отказаться, заплатили очень много денег. Он решил забыть немного о запахах, спеть в болистье. После знакомства с городом, прогулка продолжилась в ботаническом саду. То, что вы сейчас делаете, смастерите, оно вам пригодится. Когда-нибудь, когда вы станете совсем взрослые, вы будете это делать со своими детками. А может, вы будете работать и учиться. И вам это пригодится для того, чтобы вы научили кого-то это. Мы потом останемся наедине с собой, напишем желания, напишем, что мы хотим увидеть рядом с собой или кому мы хотим сделать добро. И все это вернемся в очень большом объеме. И чем больше мы это добро будем делать, тем больше она к нам будет возвращаться. Любых детей сейчас, к сожалению, такое время, что сначала нужно научить быть человеком. А потом уже что-то говорить о Боге, о заповедях Божьих, о церкви, о догматах. Но банально, конкретно с этими детьми, их нужно вначале учить говорить на нормальном языке. Банально просто объясняю, что нельзя бросать фантик на улице, нельзя там грызть семечко, плеваться, обзываться. Ну а так-то, конечно, детки хорошие. Слава Богу, нужно больше им внимания, больше любви, потому что дети особенные. А 25 мая для выпускников интерната прозвучал последний звонок. Пусть сегодня будет праздник детства, потому что сегодня пойдет отсчет вашей взрослой жизни, ребят. Впереди у вас очень много испытаний. Вы входите во взрослую жизнь, вам нужно определиться с профессией. Вам необходимо будет стать достойными гражданами нашей страны. Расставаться, конечно, жаль, но я верю, что мы не расстаемся. Мы в этой жизни все равно, главное, не потеряться. Держите связь со своим, это тоже ваш дом, со своим домом связь держите, со своими педагогами. Они вложили вас очень много, свою любовь. Что обычно желают верующие люди? Веры, надежды, любви в этой жизни и помощи Божьей. Все у вас получится, верьте, и все будет хорошо. Храним вас Господь. Аплодисменты у нас на гражданах. Я вам хочу пожелать, ребят, хочу пожелать вам большой мечты, чтобы она могла стать вам опорой жизни, чтобы это было двигателем вашей жизни, да, чтобы у вас была большая мечта, к которой вы стремитесь, и Божьей помощи вам осуществить ее обязательно. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Кариминой Анье. Инец. И реальный отношения предназначен. Пусти нас везде. И перейдьте Бог, выберите Бог, к которому причастны все. Аплодисменты. Аплодисменты Минус одна контрольная, минус одна двойка. Минус одна двойка, минус одна проблема. Жизнь прекрасна. Когда эта двойка для тебя проблемой была. Мы веторы постепенно растаем. Каждый месяц, каждый день и каждый час. Класс, что мы большими станем, если будем выучиться. Благодарю вас. Бравый царь, бравый царь, бравый царь, бравый царь. Лена Ксен, я про химии не забывал, я царствовал. Я царице соблазняю не подался. Лена Ксен. Вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, Когда уйдет со школьного двора. В этот же день в интернате открылась молельная комната. Все с нетерпением ждали этого события. В ее обустройстве помогали волонтеры и благотворители подсолнуха. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Поздравляю вас с освящением молитвы. Вот теперь есть комната, где можно прийти, помолиться, побыть с Богом. Мы когда молимся, мы к Богу обращаемся. Молитва – это разговор к Богу, к Богу. Приходите сюда. У вас здесь есть книжечки, иконки, вода святая, проскорки. Было бы хорошо, если бы в будущем при интернате появился домовой храм. Есть такие ребята, которые тянутся, да, и у некоторых ребят потребность исповедоваться, есть. Слава Богу, да, и это нужно, конечно, стараться у них это все поддерживать, как-то возгревать тоже, чтобы не угасла эта маленькая искорка в душах. Ну, буду стараться, насколько привлекать их к приходской жизни, мальчиков, в алтарь, допустим, там, девочек, петь, читать, учить. Надеюсь, что и они мне когда-то будут помогать. Потому что было бы здорово вместе, потом какие-то проекты совместные делать. А летом произошло еще одно событие. На стенах неприветливого, тусклого перехода между зданиями интерната появились необычные, красочные сюжеты. По молитвам Екатерины, ее друзей и родственников, батюшке Серафиму Саровскому, удалось найти профессиональных художников, спонсоров и волонтеров, которые все вместе, сообща, смогли воплотить эту идею. Так, одни ребята вступили в новый учебный год в обновленном здании, другие в новую, взрослую, теперь уже жизнь, в других учреждениях, где они будут получать специальности. И тех и других будут продолжать согревать своим теплом, поддержкой и милосердием подсолнух, раскрашивая жизнь новыми красками. Редактор субтитров А.Семкин